привет друзья сегодня просто шикарный декабрьский день зима вот такие соседи у нас такое вот сейчас покажу вам прекрасное место поотвечаю на некоторые ваши вопросы пока у меня есть время и первый вопрос кстати довольно таки интересный но показывающий что люди до сих пор немножечко не совсем четко понимают осознают вообще сам процесс тренинга что для чего зачем нам нужно и так о чем же речь надеюсь меня слышно хорошо потому что здесь немножечко ветерок вопрос следующий и его задают кстати как парни так и девушки повторюсь меня это очень настораживает потому что во всех своих статьях видео и сейчас в книгах я это широко объясняю озвучиваю в чем же вопрос вопрос звучит примерно так дословно не обещаю но общая суть и смысл следующее что обычно вот последний раз я девушка его задала как раз таки а у меня на youtube канале она спрашивает как же могут быть полезны большие веса на не очень большое количество повторений если я в тех же приседаниях или становой тяги не чувствую при этом ни ягодицы ни ноги ни попу в целом не бисепс бедра не квадрицепс но если я работаю одной ногой жиме ногами и при этом делаю большое количество повторений и при этом при всем очень хорошо чувствую свою ягодичную мышцу а веса небольшие друзья вот здесь как раз таки мне честно скажу неприятно если вы постоянно смотрите мои ролики читаете это не совсем приятно потому что я это объясняю если же вы никогда не сталкивались с моими трудами тогда понятен такой вопрос потому что мало кто его вообще освещает и объясняет так вот неважно парень вы или девушка нужно понимать одно что силовая база силовой фундамент о котором мы постоянно говорим который нам просто необходим крайне необходим очень очень важны и нужны и не должны вы чувствовать при приседаниях и при становых тягах именно во время упражнения какую-то отдельную мышечную группу по той простой причине что это два базовых упражнения можно сказать единственные упражнения если мы говорим конечно о пауэрлифтинге о бодибилдинге о телостроительстве в первую очередь единственные два упражнения где целиком и полностью особенно в приседах работает все тело целиком работают все мышечные группы если вы будете чувствовать какую-то одну чисто с функциональной точки зрения для организма это невыгодно и не то что невыгодно это неестественно это нехорошо и опасно организм напряжен целиком все системы организма перри напрягаются напрягаются работают начиная от центральной нервной системы заканчивая эндокринной нервной системой о сухожильно связочном аппарате и по мышечном аппарате мы вообще не говорим это и так понятно априори так что девчонки и мальчишки нужно понимать что когда вы тренируетесь с относительно тяжелыми весами на относительно малое количество повторений но если вы парень не стоит опускаться ниже 3 35 максимум 6 повторений если вы работаете на силу и если вы девушка то это 5 минимум и где-то 8 повторений вот этот диапазон для вас и при том весе который вы можете использовать работая в этом диапазоне повторений является для вас силовой работой вы не должны чувствовать какую-то определенную мышечную группу и уж тем более не стоит сосредотачиваться на ощущениях в ягодицах или еще где-то поверьте если вы грамотно ставите широкую стойку я говорю сейчас о девушках если вы достаточно глубоко приседаете в хорошей технике вот о чем нужно беспокоиться что нарабатывать в себе зачем следить это силовая база которая будет укреплять ваши нервы это очень важно будет подготавливать центральную нервную систему к серьезной действительно телостроительной работе когда мы говорим о силовой работе само слово само название подразумевает мы работаем в первую очередь над силой над силой центральной нервной системы над силой опорно-двигательного аппарата сухожильно связочного аппарата а только такая силовая работа укрепляет наши связки телостроительная культуристическая буддебилдерская работа связки не укрепляет действия наоборот не очень хорошо на наши связки если вы вдруг этого не знали и нужна эта силовая работа именно для того чтобы укреплять ухты чуть не упал штатив такой ветерок поднялся секундочку переждем сейчас его или как нибудь по другому повернем штатив странно было так хорошо и безветренно надеюсь не упадет на чем я остановился дай бог старческой памяти говорим о силовой работе для чего нужно его закладывать для чего он нужен нужен он именно для того чтобы вы могли укрепить свои связки укрепить свою центральную нервную систему для того чтобы подготовить эндокринную систему и весь в принципе опорно-двигательный аппарат к работе и не забывайте что когда ваша сила растет наращивать ее можно только силовой работы это естественно и ни в коем случае не в отказ тогда растут и ваши рабочие веса в так называемой много повторки да или что лучше что делают мои ученики что делаю я сам в принципе много повторку мы практически никогда не делаю разве что когда я работаю на ноги иногда люблю поприседать там на 15-20 повторений опять-таки для общего стимула всего организма потому что приседание это лучшее что может быть для жиросжигания для стимуляции необходимых гормонов и для массонабора лучше приседание пока еще ничего не придумано нужно понимать что это не упражнения приседания приседания это наша обыденность наша необходимость то что мы делаем постоянно и тем более нужно научиться делать их грамотно так вот работая на силу грамотно не в отказ в определенный промежуток повторений грамотно отдыхая между силовой работой между непосредственно рабочими подходами вы подготавливаете свой организм к массонаборной работе когда ваши веса будут повышаться и вот в массонаборной работе действительно очень важно чувствовать те самые работающие мышцы но если вы никогда не работали над силой смешными будут ваши веса именно поэтому смешными будут и ваши результаты никто здравомыслящий не будет отрицать прямой зависимости что с чем больше рабочим весом вы можете работать в том или ином упражнении работая на массу на увеличение мышечной массы тем больше будет отдачи организма согласитесь если вы можете приседать на 15 раз со штангой 50 килограмм вы гораздо далеко отстанете от человека который приседает 100 150 но это ведь простая элементарная логика именно поэтому мальчишки и девчонки я везде четко подробно расписал во всех статьях рассказываю во всех своих видеороликах необходимости построения на начальном этапе этой силовой базы силового фундамента который является залогом вашего успеха в дальнейшем прогресс который является залогом сохранения вашего здоровья залогом того что вы будете прогрессировать постоянно конечно же достигнув определенных силовых тестов вы должны перейти на периодизацию говорю об этом и в книгах которые выпускают кстати моя книга которую вы все могли уже почитать в электронном варианте выпускается на днях выйдет в очень шикарном дополненном таком объеме приличном и на очень качественной бумаги в твердом переплете серьезная компания связалась со мной и я на пять лет подписываю с ними договор они будут издавать эту книгу на русском языке для вас вы сможете купить везде где есть книжный магазин книжка действительно будет очень интересной и она будет очень очень презентабельной ее будет приятно держать в руках ее будет приятно подарить кому-нибудь и иметь в своей коллекции обязательно если вы хотите грамотно тренироваться особенно если вы парень особенно если вы работаете с другими людьми если вы тренер если вы инструктор это вам крайне необходимо по крайней мере просто для того хотя бы чтобы ознакомиться с другой альтернативной точкой зрения которая звучит последнее время постоянно с моих страниц видеожурналов со страниц моих статей и сейчас будет со страниц книг и готова уже к электронному изданию книга которая будет просто вообще как библия необходимая для тех кто хочет тренировать людей для тех кто взял на себя такую смелость такую ответственность и книга целиком и полностью посвящена женскому тренингу все что связано с вами девчонки будет в этой книге любой вопрос который вы захотите узнать относительно вашего тренинга вашего питания восстановление отдыха подбора упражнений количество подходов весов как это все связано через призму менструального цикла все это вы найдете в этой книге она получилась реально очень объемной и три раза больше по объему чем моя первая книга первая книга называется ступени натурального бодибилдинга или факт фитнес ее вы можете приобрести напишите мне в личку я вам скажу как это сделать всего 10 баксов если вы настроены серьезно на тренинг на то чтобы тренировать себя тренировать других людей то обязательно приобретите эту книгу и ждите выход феврале я думаю выйдет уже новая книга для девушек не забывайте что все еще продолжается конкурс на название моей новой книги пока лидирует девушка предложившая название очень мне понравившаяся я его немножечко подкорректировал и звучит она так крепкий орешек или факт фитнес для женщин но это еще не окончательный вариант и если у вас есть свои варианты обязательно предлагаете их в комментариях здесь в контакте на ютюбе почему потому что если вдруг ваш вариант название книги наберет больше всех лайков то я подарю вам вступление совершенно бесплатно в мою закрытую платную группу для ежедневных тренировок и же недельных тренировок точнее где выкладывается каждую неделю план для девушек и для парней отдельно относительно как раз таки периодизации основанной на различном типе мышечных волокон это шикарный вариант потому что вам никогда больше не придется ломать голову над тем как грамотно строить свой план тренинг нас в группе уже сто семьдесят человек представляете сто семьдесят человек и ни одного недовольного среди моих персональных учеников которых я тренирую дистанционно или живую есть недовольные люди которые платят бешеные деньги по сравнению с тем сколько стоит вступить в группу один раз вступив в группу вы получаете колоссальную базу знаний и которая все это конвертируемо в практику которую вы получаете еженедельно бесценно это друзья те копейки которые стоят вступление в группу вообще просто можно сказать даром того времени того количества времени потраченного на поиск грамотного инструктора или на изучение информации самостоятельно но не буду больше рекламировать группу мои ученики сами делают это и она сама себя рекламирует что приятно подытожим получился такой большой ответ на вопрос потому что в принципе это очень очень важно и это суть которую люди не понимают к сожалению моему когда я пытаюсь донести что силовая тренировка она отличается от массонаборной тренировки отличается своими целями и задачами отличается построением самого тренинга и она крайне необходима она является залогом того чтобы вы прогрессировали потом когда тренируетесь в массонаборном режиме запомните все мальчишки и девчонки это закон если вы тренируетесь на силу в силовом режиме а я надеюсь вы это делаете то вы ни в коем случае не должны сосредотачиваться на ощущениях в работающих мышцах потому что когда мы тренируемся на силу это чаще всего и в принципе должно так быть это базовая программа тренинга это приседания это становые тяги и то что кружится строится вокруг этого сета каркаса и вы не должны здесь чувствовать какую-то отдельную группу мышц вы должны чувствовать мощь вы должны чувствовать и вырабатывать в себе взрывную силу вы должны нарабатывать в себе умение концентрироваться на цели поднять этот рабочий вес ни в коем случае не забаранится потому что отказ откатит вас назад отказ убивает рост силы а вот уже когда будете тренироваться в массонаборе здесь нужно важно крайне необходимо чувствовать рабочую группу мышц примеру тренируете грудные мышцы вы должны их чувствовать работаете над бицепсом вы должны их чувствовать именно во время выполнения самого движения особенно если это массонаборный цикл на окислительные мышечные волокна где жжение в работающей мышцы является залогом того что вы грамотно и правильно подобрали рабочий вес подобрали время работы под нагрузкой и время отдыха и все это вместе дает колоссальный результат колоссальный эффект не путайте пожалуйста понятия не путайте силовую работу с работой на массонаборе в одном варианте в силовом тренинге вы не должны чувствовать ничего и думать ни о чем кроме о том как поднять рабочий вес в заданном количестве повторений если вы парень это 35 повторений если вы девушка это 58 повторений ни в коем случае не забаранится и естественно работать в технике в идеальной технике что касается массонабора повторяюсь здесь вы обязаны чувствовать работающие мышцы и если вы этого не делаете если вы этого не чувствуете вам необходимо понизить немножечко рабочий вес и научиться чувствовать научиться работать так чтобы вы работали именно целевой группой мышц к примеру если вы работаете на грудные мышцы то перед тем как сделать жим неважно тренажера штанги или гантелей вы просто обязаны напрячь грудные мышцы и только после этого должно пойти движение в суставе движения в руке именно так а не иначе когда вы тренируетесь на силу и хотите сделать тот же жим вы должны мощно проконтролировать что все начиная от пальцев ног через все тело ноги и ягодицы ваши широчайшие плечи лопатки сведены все должно быть как натянутая струна все должно быть в режиме ожидания и готова взорваться только так мы будем прогрессировать только тогда пока вы не поймете этого вы не сможете вообще осознать принцип построения тела натурального тела конечно же если вы не используете стероиды стероиды переворачиваются с ног на голову можно вообще долбиться стероидами выполнять легкую работу вообще легкую не приносящую никакого в принципе утомления центральной нервной системе примеру подъемы на пиццу сделать там не с весом который вам доступен скажем 50 килограмм да а можете взять как это делают большинство профессионалов сейчас к сожалению вес в два в три раза меньше долбить много повторки нагонять кровь с кровью в рабочую мышцу приходят гормоны о чем мы все с вами прекрасно знаем и будет все равно прогресс конечно прогресса такого как у ронни коллимана удори она ядца у очень уважаемого мной не как спортсмена в первую очередь а именно как мыслителя как философа в нашем движении майка менсера такого тела вы не построить но как показывает современная практика не сильно напрягая свои ягодицы можно развить их попомахами если колоть стероиды ну ладно не буду вас утомлять этим вопросом дальше их хочу еще немножечко затронуть один следующий вопрос который тоже очень часто приходит и но звучит он совершенно по другому вопросу другой как бы сказать тональности но мы его перевернем из из этого вытекает такое понятие о котором мы сейчас с вами поговорим о чем речь речь о том что девушки боятся перекачаться девушки боятся что их не квадрицепсы будут большими и почему и как это происходит выходя плавно из предыдущей темы где мы с вами говорили о применении фармакологии вот в чем кроется основное зло запомните девчонки запомните как то что вам нужно чистить зубы утром и вечером если вы не принимаете мужских гормонов вы никогда как бы тяжело и сильно вы не тренировались не станете похожим на мужика вы не станете мужеподобных вы не перекачаетесь посмотрите на современную действительность даже парни которые тренируются даже немножечко принимают мужские гормоны не могут перекачаться и и и и Продолжение следует...